Большая часть населения Кыргызстана проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством. В Кыргызстане проведено исследование уязвимости населения в отдаленных и бедных селах. Были отобраны уязвимые села по шесть сел из двух областей. Это в Джунгальском и Нарынском районах Нарынской области, и Джодиакузском и Тюбском районах Иссыкульской области. Исследование также показало, что в этих селах Кыргызстана более 60% людей проживает за чертой бедности, а у 37% детей имеются различные нарушения питания, истощение, пониженный вес, который не соответствует возрасту, а также задержка роста и избыточный вес. В данных селах выявлено несколько проблем. Одна из них – отсутствие питьевой воды. Также население не может заниматься сельским хозяйством из-за отсутствия поливной воды, а из-за отсутствия денег не может закупить семена и ГСМ. 67% населения в данных селах живет на доходы ниже прожиточного минимума. Выяснилось, что население живет только на пособия и пенсии. Но, как мы знаем, это небольшая сумма. Кроме этого, выявлены проблемы со здоровьем у детей и женщин. На территории данных сел есть ФАП, но медики по тем или иным причинам уехали оттуда. Населению приходится за медпомощь уехать очень далеко. Представитель одного из исследуемых сел, Рахат Кетапов, рассказал о проблемах своего села. По его словам, в селе Шурони могут решить проблему с питьевой водой, а также не хватает медработников, отсутствует подключение к интернету и нет средств, чтобы улучшить положение дел в селе. Первая проблема заключается в том, что нет чистой воды. В 2004 году нам провели воду, но водопровод не работал как надо из-за нехватки денег. Дожди и сели, из-за этого в селе грязь и слякоть. И вода тоже становится грязной так, что невозможно бить. Наше село называется Шуро. Из-за того, что питьевая вода у нас соленая. С водой у нас в селе много проблем. В Кыргызстане 25% населения проживает за чертой бедности. По данным, за 2017 год это более миллиона человек. И это большая проблема для всей страны. Сейчас рассматривается продовольственная программа 2019-2023, где рассматриваются решения проблем продовольственной безопасности. Также принимаются решения по устранению проблем с питьевой водой. С 2016 года по 2016 год у нас идет программа Аллату-Булахы, где более 460 сел будут обеспечены чистой водой. В данный момент уже несколько программ прошли тендера и работают на решение этих проблем. Сейчас недавно ратифицировалось еще 60 миллионов, которые будут проблему решения, кажется, из Сыкульской области. Также был поднят вопрос касательно передачи управления ирригации в органы местного самоуправления, тогда как сейчас управление водами для полива находится в руках Ассоциации водопользователей. Так, на сегодняшний день в водном департаменте каждый год выделяется порядка 800 миллионов сомов на реабилитацию ирригационных систем. И в планах выделять финансы именно органы местного самоуправления для улучшения качества полива. Алина Хайдаршина, Нурдан Карибеков, Пирамида.